С оступлением холодов в социальных сетях начали появляться сообщения о возможном дефиците угля. Видео на которых якобы водители простаивали несколько дней в очереди за погрузкой. Чтобы разъяснить эти и другие вопросы, региональная служба коммуникации провела пресс-конференцию на тему обеспечения населения региона твердым топливом. На сегодняшний день в Павлодарской области обслуживают население твердым топливом две компании – Майкубен Вест и ТО «Богатыр Кумир». После скандальных публикаций в социальных сетях с рейдом по угольным месторождениям отправился руководитель управления энергетики и ЖКХ. Я посетил это угольное месторождение для того, чтобы рассмотреть данный вопрос и проникнуть в данную ситуацию, в проблемы. И на сегодняшний день я понял, что там в целом проблем нет, на сегодняшний день очереди так таковой тоже нет. Была проблема именно неделю назад, это период трех дней, из-за того, что были ухудшены погодные условия. То есть с 25 по 5 октября был в Бойновском районе дождь, слякоть, снег. Соответственно, эти погодные условия ухудшили, скажем так, проезд на самом месторождении. По информации управления, эта ситуация повлекла за собой образовавшийся затор грузовых автомобилей. В настоящее время обстановка нормализовалась. Разрез ТОО «Майкубенвест» отпускает уголь согласно заявленных объемов. На сегодняшний день на железнодорожных тупиках и заготовительно-распределительных пунктах области имеется достаточный запас угля для населения. Кроме того, руководство разреза разрабатывает новые проекты для еще более эффективной работы. Если в августе с разреза откружено всего 3,5 тысячи тонн угля на нужды населения, то с сентября объем вырос на 95%, что составило 66 тысяч тонн. Также была отмечена еще одна проблема, что население не делает запасы твердого топлива заранее, а с расплением холодов создается искусственный ажиотаж. Отмечается, что очередь в 15-20 автомобилей – это нормальная очередь на отгрузку твердого топлива. На сегодня на разрез ежедневно отпускаются указы.